В этом 2023 году подготовлено 11 программ, которые направлены на формирование навыков в цифровой среде. Обучиться новой профессии могут студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов бакалавриата и 3-го, 4-го курсов специалитета, а также студенты магистратуры по направлениям подготовки, которые не относятся к IT-сфере. Программа профессиональной переподготовки бесплатная, а также предполагает удобный график занятий с возможностью изучения всего материала в электронном и дистанционном формате. Данный проект реализуется второй год, а это значит, что вступить в ряды лучших сейчас самое время. На сегодняшний день в 114 вузах страны обучающимся предоставлена возможность получить дополнительную IT-компетенцию. Почему возник такой проект? Безусловно, потому что в современном мире для данной отрасли требуется как можно больше специалистов. Но самое главное, специалисты требуются не просто с IT-компетенциями, но на стыке их основной программы и IT. То есть, например, если он учится на будущего химика, то именно нам важно дать те компетенции, которые будущему химику нужны в сфере IT. Сам образовательный процесс длится 9 месяцев. По действующим правилам на цифровой кафедре можно пройти обучение только по одной программе профессиональной переподготовки. Занятия ведут преподаватели практики. Учебный план разрабатывается совместно с индустриальными партнерами и отраслевыми экспертами. В курсе предусмотрена практика. Есть основная образовательная программа, где есть четкое расписание, где ходят на кампус, а здесь мы обучаем IT-компетенции. Мы нужно совмещать, поэтому мы программу построили следующим образом. В каждой образовательной программе 3-4 модуля. Каждый модуль заканчивается конкретным итоговым заданием, который в будущем из всех этих заданий будет создан один большой качественный проект, где уже каждый обучающийся продемонстрирует те навыки, которые он приобрел. Обучение происходит в онлайн формате. Предлагаемый контент будет доступен 24 часа 7 дней в неделю. В любое удобное для себя время студент может зайти на внутреннюю ЛМС-платформу, прослушать лекции и выполнить задания. Однако этим обучение не ограничивается. Понимаем прекрасно, что только в онлайне качественного специалиста подготовить можно, но сложно. Поэтому для себя мы выбрали модель, что в каждом модуле будет серия вебинаров, где будет контактная работа вместе с преподавателем, с представителем IT-индустрии, на которых наши обучающие смогут задать все вопросы, все, что было непонятно, разобрать какие-то интересные кейсы от индустрии и выполнить все задания. Важно, что ни в зачетную, ни в экзаменационную сессии студенты не обучаются. Программа рассчитана таким образом, чтобы ни одно из выбранных человеком направлений не пострадало. В конце учебного года, ориентировочно в апреле или мае, в зависимости от основного направления подготовки, студенты проходят практику в IT-компании. Это ключевой момент для всей программы. Формат прохождения практики, он тоже вариативен. Можно в очном формате, а можно, конечно же, и в онлайне, так как айтишники, мы понимаем, живут, в принципе, в онлайне. Ну и все это завершается в мае-июне защитой проекта, командного IT-проекта, где наши ребята в команде по 5-6 человек делают конкретный какой-то проект. Что это означает? Они могут сделать конкретную веб-страничку, конкретное мобильное приложение, решить задачу какого-то предприятия, например, по перевозке грузов. Сначала делаешь проект, после защищаешь. Все как везде. Итоговая комиссия, представители IT-индустрии оценивают проделанную работу студентов и при положительном исходе событий с гордостью вручают диплом о профессиональной переподготовке. За время обучения у вас есть возможность получить сразу два диплома. Один диплом по своей основной программе, а второй диплом полноценный Казанского федерального университета по IT-направлениям. Проект «Цифровые кафедры» реализуется в рамках федерального проекта развития кадрового потенциала IT-отрасли национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Карина Саехова, Фарид Захид Углы, Универньюс.